вот мы и отправились вот наш отель был хилдон отправились в аэропорт время сейчас 7 часов смотрю даже сколько время 7.04 едем по дороге ну ладно ребята смотрите меня провожают провожающий алекс помаши ручкой помаши скажи бай баба добралась я до места сижу я отправлять меня отправляют стен с терминала d5 рейс у меня в 10 14 еще 2 часа 10 минут я так торопила дочь у меня играла чего тебе там делать я говорю я опоздаю я буду долго добираться я как найду у него ничего не спрашивала просто посмотрела на вывески пришла в терминал d5 самочувствие у меня оставляет желать лучшего давления 164 замерила хотя бы уходили из отеля час назад я выпила таблетки но надеюсь что к полету у меня давление будет в норме если нет то придется выпить еще таблетки лететь медаль до нью-йорка часов три или четыре а у меня нету здесь мне дали один билет не понять что опять у меня с багажом вот мне дали багажные детки сказали что билеты мне дадут здесь а это так просто талон в общем посмотрим что у меня и как бы как-то снимать тоже никакого желания это юрик все любит снимать тут конечно очень комфортно тут везде ковролин но мы вчера в новостях кстати посмотрели что сейчас в аэропорту меня полеса много больных какой-то грипп с китая мне доча грит мама везде мой руки везде мой руки буду надеяться как русские любят говорить бог не выдаст свинья не съест в общем буду надеяться что у меня все будет замечательно ребят я села в самолет у меня было двадцать восьмое место у меня попросили поменять ребенок сидела там в общем пересела на двадцать пятая у меня случилась авария только что рвнули мою сумку вот что я не знаю ну скорее всего в аэропорту я найду нитки придется как-то зашить эту ручку как я буду везти у меня еще такого никогда не было и самое интересное в этот раз я не взяла нитки нитки с иглой я все время летала с собой брала ну надеюсь что это маленькая неприятность не омрачит дальнейшую дорогу так уже багаж вон загружают наверно весь загрузили они еще там ну вот и все ребята начался мой путь домой хорошо что есть на свете это счастье путь домой мы начали движение что задерживаемся 1026 должен был вылет быть 1014 зашить я думаю что если вы хотите что это уже нет Время уже 10.40, вылет 10.14, но мы только крылья начали обрабатывать на самолете Наверняка мы с опозданием прилетим Время 10.48, мы пошли на взлет Мы оторвались от земли, буквально минута не прошла 30 секунд набрал скорость и оторвались от земли Бай, Миннеполис, I'll be back Самолет, кстати, полный, народу полно Машинки едут по трассе Однако, мои дети уже поехали домой Значит, за 4 часа полета здесь Вот такой снайк Ну, хочешь кофе пей, хочешь сок Я взяла воду и... Орешки Миндаль Мы подлетаем в Нью-Йорк Сколько домов в островах? Тихонько снижаемся, выше закладывает, жую жвачку. Тихонько снижаемся, выше закладывает, жую жючу, выше закладывает, жую жючу. А, терминал 4, мне теперь нужно найти терминал 1. Пошла я искать. Ребят, вышла на улицу и поняла, что я уже здесь была и не один раз. И поэтому я пойду пешочком, спокойненько дойду, здесь очень близко. Времени у меня много еще, поэтому можно ходить искать. Ой, как здесь накурено, а здесь все стоят, курят, невозможно дышать. Ну, уже по опыту я поднялась на эскалаторе, вошла в дверь, поднялась на эскалаторе. И пошла туда, подкуда я уже не раз улетала. Всем привет! Сегодня воскресенье вечер. Мне утром рано во вторник встречать свою супругу. И вот надо готовиться заводить автомобиль, который я не заводил, примерно 2 месяца. То есть он у меня 2 месяца стоял в минусовой температуре. Не просто стояла в минусовой. Нашла я табло. Мой рейс 103, Москва, 19.25. Еще бы посмотреть, сколько в Нью-Йорке время. И, по-моему, на час разница. Пошла искать лаунч. Мне дочь сказала, ищи мама лаунч. Они мне дали какие-то карты. В общем, чтобы я не сидела здесь, надо искать. Ну, хоть чем-то себя занять. Прийти, сесть я всегда успею. Как всегда, без приключений не могу. Отобрали у меня чемодан, ручную кладь. Непонятно, по какой причине он у меня входил. Ну, я разве могу спорить? Я же по-английски не говорю. Короче, сказали, получу, когда прилечу в Москву. Купила тут бухла. Думаю, вдруг гости приедут, когда я приеду. И угощать нечем. Две бутылки рома. Ну, что бы их отобрали. Наверняка ничего не видно, но маленько слышно. Мы двинулись. Время 19.38 по Москве. Как всегда, вот такие неприятные ощущения. Забрали чемодан у меня и еще одну женщину. Впереди нас была куча народа, у которых сумки больше, чем у меня и чемоданы. Что мы им так не понравились. Короче, она тоже возмущалась, возмущалась, но она по-английски. Ей не отдали. Ну, в общем, и мне тоже думают, что возмущаться? Ну, что теперь сделаешь? Там у меня документы, неприятно так. И все. Ценное барахло там лежит. То, что я не захотела багаж класть. Буду надеяться, что ничего не возьмут. Что теперь сделаешь? А то набухаюсь там в аэропорту. Купила же. Кстати, летим и между нами сидушка свободная. А сзади два места свободных. Так-то столько народу входило много. Ну, все в путь. В путь, дорожку. Юра где-то там меня. Встречать будет в Парнауле. Долго же мне еще туда добираться. Это сегодня. У нас сегодня что? У нас сегодня воскресенье. Вот здесь заканчивается. А в России сейчас уже утро понедельника. Это получается я весь понедельник. И только во вторник я доберусь до дома. Время 20.08. Мы пошли на взлет. Прям быстро так разогнался тоже. Все. Взлетели. Ну, давайте. Приятного нам полета. Спокойного. И хорошего приземления. Смотрите, какие густые облака. Прям вообще. Мы снижаемся, кстати. Доброе утро всем. Закончился. Заканчивается этот полет. Вообще какой-то кошмарный. Я провела на себя стакан воды. Высохло все на мне. О, господи. О, господи. Сегодня я снижусь. Бабочка-крылышко. Мипря-пря-пря-пря. Так и это. Подкрылки туда-сюда, туда-сюда. У меня в этот раз 33а место. Ой, сейчас вот приземлимся и последний перелет. Мы все ниже и ниже. Вот так, ребята, сижу. Так, сижу около розыска багажа. Разыскиваю не основной багаж, а ручную кладь. Еще раз. Как плохо не знать английский. Ну вот как так? Ни у кого не забрали его. Вот у меня надо было забрать этот чемодан. И не понять, куда его задолкали. Меня вот прям это вот раздражает. Да ладно бы я еще готова была, чтобы его взяли. А то там у меня документы, все лежит. Ну что, ребята, вещаем вам с, значит, с лаунжа. С лаунж, как это правильно называется. Называется матрешка это заведение. Дочь нам оформила карты, приорити пасс. И поэтому нас неосвязано запустили. Мне еще до самолета. Наверное, часов 6-7. 21 с чем-то у меня. А сейчас 15. Короче, на 6 часов мы сделали. Здесь пребывание на 6 часов. Вот буду здесь сидеть все-таки. После такой дороги здесь-то получше посидеть. Поудачнее, потому как народ не шнырит туда-сюда. Здесь покушать можно все, что хотите. И сладости, и второе, наверное. Водичка всякая, и соки. Я вот уже второй стакан воды пью. Еще пока не кушала. Зато уже поговорила со всеми. Доча уже несколько раз позвонила. С мужем поговорила. С внучкой поговорила. Внучка, конечно, откуда от меня на вы называет. Будем исправлять это. Взяла себе сакуску, салатик и колбаску. И хлебушек. Кусочек не удержалась. Ребята, тут топливы такие в комнате. Отдыха. Приорики, пас. Вообще так все цивильно. Вот так вот. А он же здесь. И покажу вам, что здесь можно брать. Так, там пиво. Здесь вино, вода, соки. Кофе. Кипяток для чая. Вот кофемашины стоят. Тут какие-то круассанчики. Здесь пирожки. Пирожки какие-то. Кексики. Джемы. Хлебушек. Вот здесь вот второе. Печень с картошкой и картошка с морковью. Жаркое свинины. И печень куриная с луком фри. Картошка фри. Здесь фасоль с яйцом. И гречка отварная. Так, здесь суп грибной. Здесь рассольник. Здесь салатики. И там нарезка. Там фрукты. Ну все. Это мой окончательный полет. Опять местечко укладно. Везет мне на иллюминаторы. Нигде еды не снимала. Но тут прямо плотный завтрак. Смотрите. Какая-то закуска. У меня нет меню, к сожалению. Трянечки польские. Соль, перец, масло, сыр, баранина, пучка и хлеб. Все электронные устройства переведены в авиа-режим. Не выключены. Перемейт безопасности застегнут. Спинка крисла в вертикальном положении. Стоит кубра. Благодарю за внимание. Снижаемся. Вообще, как он... Интересно, как он что-то видит. Как будто буран такой. Снежный. Всю дорогу лечу. Смотрю сейчас в окошко. И удивляюсь. Что-то у меня никаких эмоций нет. Но я, конечно, испытываю радость. Там Юра меня ждет. Всем привет, ребята. Сейчас время, вот как видите, 5.06. Значит, поставил я будильник на без 20. 5. Ну, думаю, за 55 минут. То есть, официально в билете написано. И в интернете было написано, что самолет прилетает в 5.55. Сейчас смотрим на сайте, а он, оказывается, прилетает в 5.09. Представляете? На 50 минут почти раньше прилетает. Ну, вот как верить, а? Скажите, ребята. И вот я теперь еду по ночному Барнаулу. Здесь камеры кругом натыканы. Мне нельзя гнать. Я еду спокойно. Может, что гнать нельзя, это нормально. Ну, вот разве так можно менять расписание самолетов на 50 минут? Или хотя бы заранее? Мы же вчера смотрели. Ну, даже не вчера, а сегодня. Три часа назад. Взяли, поменяли. Все нормально. Ой, как мне это не нравится. Так я так устала. Одна усталость осталась. Очень тяжелая, длинная дорога. Ну, ничего, приземлились нормально. Почти дома. Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в аэропорту имени Германа Степановича Цитова, города Барнаула. Погода в Барнауле 2,13, температура минус 3 градуса по Цельсию. Местное время 5 часов 2 минуты. Разница во времени между Москвой и Барнаулом плюс 4 часа. В интересах вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах застегнутыми ремнями до выключения табло застегнуть ремни. Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Проверьте карманы кресел перед вами. Обращаем ваше внимание, что первыми к выходу приглашаются пассажиры класса бизнес. Надеемся, что сегодняшний полет вам понравился. Будем рады новой встрече с вами. До свидания. Привет, девчонки и мальчишки. Наконец-то мы встретились. О, ну так что, зачем я тогда буду? Не надо. Привет, девочки и мальчики. Юрик говорит, ты что не снимала? На, держи. Ну ладно, мой фильм надо закончить. Подожди. Все, у нас теперь две камеры. Мы с Юриком встретились. Все мои чемоданы приехали. Потому что девушка, которая в Москве мою ручную кладь разыскивала, она нашла моих эти два чемодана и сказала, что они стоят в подвале. Так что все будет хорошо. Я сказала, что я напишу ей благодарность. Мне так это надоело, что... Пропадает сюда. И я их, кстати, взвешивала. Они были по 50. Один ровно 50. Сейчас взвешиваю. А сейчас там недовеса чуть-чуть. А другой, а другой чуть-чуть не хватало. Что складывать? Ой, вот это вот, это, напитки, алкоголь. Это все с собой. Это куда ты толкаешь? Это все с собой. Там сумочка, деньги. Ноутбук затолкай туда. Ты его смотри. Заснежил. Ну все, ЦУ пошли уже. Все, пока-пока всем. Я прилетела домой. Вот я, оказывается, радость-то испытала. Юрика-то увидела. Я говорю, ой, какой ты махонький. Зять-то большой. А, я же не за рулем. Первое впечатление по приезду в город, мечты, Барнаул. Расскажи, Юрик. Ну какие первые впечатления? Это уже у меня не первые впечатления. Были первые впечатления, когда я первый раз приехала в марте. И когда оттаивала здесь вся грязь. Ну ты же это, отсутствовала четыре с половиной месяца, представляешь? Ты уехала летом, читай. А приехала... Ну, уехала никаких ощущений. Поняла, наконец, что мне надоело ездить туда-сюда. Вот что поняла самое главное. Я устала. Вот это и есть ощущение. Вот по времени она еще должна прилетать. То есть еще в воздухе находиться. Она уже дома. Ну, не дома, а мы здесь уже с ней едем, разговариваем. Еще минимум 15-16 минут. Потом пока разгрузились. Долго разгружались здесь, нет? Быстро вообще я иду с крыльца, вижу уже мой чемодан крутится на ленте транспортированной. О, нифига себе. Ну ладно, ребятки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова